Остановимся теперь на компонентах. Компонент – аналогически завершенный код, выполняющий некоторые или некоторые операции, формирующий HTML-вывод для отображения пользователя. Более подробное описание вы можете найти в документации. Также, если речь идет о ядре D7 и мы создаем компонент, то имеет смысл использовать компонент на классах, а не использовать старый подход. Как правило, компонент, имеющий отношение к модулю, использует его API внутри себя. Возможно, используя API сразу нескольких модулей. Обязательно подключение этих модулей и обработка ситуации, когда модуль не удается подключить. Рассмотрим типовой пример компонента. Класс PHP. Это зарезервированное имя файла, и этот файл автоматически подключается при вызове include component от объекта application. В самом файле первым делом объявляем псевдонимный space для использования в компоненте классов, чтобы не использовать длинные имена. У нас используется класс bitris-main-loader и bitris-main-localization-log. Следующим шагом мы должны создать класс, который наследуется от класса C bitris-компонент. Имя класса должно соответствовать правилам именования классов на ядре D7. Bitris framework не накладывает никаких ограничений на имя класса, но я бы рекомендовал, чтобы имя класса пересекалось с ID компонента, примерно как у нас. С тем же при вызове include component от объекта application подключает класс PHP, если он есть, и из него берется самый последний класс наследник от C bitris-компонента. Внутри класса сначала лучше объявить все переменные и константы класса, если они нам нужны. Далее мы можем разместить все методы, в которых реализуется функционал, и последним вызываем метод execute component, в котором, собственно, и выполняется весь код компонента. Как видим, в execute component мы используем специальный метод include component length для подключения языковых файлов. Мы тут должны указать имя файла, именно имя, а не полный путь. Далее у нас идет подключение модулей, API которых мы используем в компоненте. Вызывается метод checkModules, а в нем мы подключаем модуль, API которого используем внутри. Это может быть один модуль или несколько. В нашем случае мы подключаем наш модуль Academy D7. Если модуль подключить не удалось, то наш метод возвращает false. И с помощью метода showError мы выводим сообщение об ошибке. Если метод checkModules вернул true, то выполняем основной код компонента. Как правило, это выполнение выше объявленных методов, которые выполняют те или иные действия, или возвращают какие-то данные. И в конце у нас идет подключение шаблона методом includeComponentApply. Также если перейти в метод cBitrixComponent, от которого мы унаследовались, то можно обнаружить массу переменных и методов, которые можно переопределить. Например, как onPrepareComponentParamse, метод, обрабатывающий входящий параметр, так и просто использовать, например, метод getPath, который возвращает путь от корня сайта. Еще один важный момент, на котором стоит заострить свое внимание. Это удаление компонента при удалении модуля. На самом деле существует сразу два подхода. Не удалять компоненты при удалении модуля. Удалять компоненты при удалении модуля. Почему и зачем существуют эти два подхода? Например, если кто-то разместил компонент модуля на странице, а после этого произошло собственное удаление модуля, а вместе с модулем всех компонентов, то пользователи при заходе на такую страницу увидят примерно такое сообщение. Имя компонента из нот АКомпонент. Но если мы оставили компоненты, то вы в самом компоненте сможете проверить, установлен ли модуль или нет. Если модуль не установлен, выполнят те или иные действия. То есть, как я чуть ранее вам показывал, проверку и подключение модуля. Какие действия в случае, если модуль не удалось подключить, мы можем предпринять? Начиная от вывода собственного сообщения об ошибке и заканчивая специальным кодом, который эту ситуацию обрабатывает. И, например, отправить администратору письмо о том, что у него есть такой компонент на такой-то странице. Но здесь все на усмотрение разработчика остается. Вы должны все взвести, понять, что для вас более актуально в условиях вашей задачи.